Героиня сегодняшнего эпизода – телеведущая Екатерина Пытлива. Начав работать в сфере журналистики, еще будучи 14-летней, Екатерина в последние годы стала, пожалуй, что самой известной телеведущей страны. Екатерина Пытлива Вместе с семьей она стала частью команды «Маланка Медиа». Когда я приехала сюда и когда я поняла, что «Маланка» открывает просто такие горизонты, что это по сравнению с государственным телевидением – это космос. И когда я пришла на «Маланку», меня очень, опять же, вдохновили слова руководителя холдинга нашего Павла Маринича, который меня, собственно, и позвал. Я говорю, а что я буду делать, когда я приеду? Он сказал, а делай, что хочешь. Вот я тебе доверяю, делай, что хочешь. Самое важное за неделю в Беларуси за 10 минут. В новом выпуске все сразу присутки. Сейчас мы воюем на информационном фронте. То, что мы сейчас делаем, мы делаем для перемен. И мы хотим помочь тем коллегам, которые не могут говорить всего, находясь в Беларуси. «Маланка» – это наш рупор. Это рупор всех беларусов, которые хотят слышать честные новости, которые хотят вдохновляться и понимать, что у нас все получится и правда на нашей стороне. «Хидай свои слова в мою кровь, а ты хидай свои ножи в моей двери». Меня всегда увлекала музыка, и вот поэтому я работала в развлекательном сегменте, была музыкальным журналистом и ведущей подобного рода программ. Другие сферы меня просто мало интересовали. Я сама музыкант, поэт, поэтому у меня вот это моя сфера. Каждая предвыборная кампания влияла на то, что происходит в эфире. В первую очередь это влияло на предупреждение. Как вести в эфире себя, о чем говорить, кого выводить в эфир, кого не выводить. Были годы, когда запрещали выводить звонки в эфир. Ну вот даже у тебя интерактив. Я вела всегда утреннее шоу. Какое утреннее шоу, когда ты не можешь пообщаться с людьми. Розыгрыш какой-то провести, викторину. Нам приходилось это делать по СМС, потому что мы не могли вывести человека в эфир. Боялись очень сверху провокаций. В первую очередь я с этим столкнулась на телерадиокомпании «Мир». Это известная телерадиокомпания, я имею в виду в плане объединяющей как рупора союзного государства. И вот мой руководитель, он сейчас министр информации стал недавно. Тоже, мне кажется, это показатель. Позже начиналось отслеживание публикации работников в соцсетях. Что они лайкают, что они пишут. Какие изменения вы наблюдали в белорусских медиа вообще? Не только в государственных медиа, но и вообще в медиа-среда Беларуси. К сожалению, она мало менялась с точки зрения технологий. Мне было грустно, что в нашей стране, например, в той же белой телерадиокомпании, большие бюджеты тратят на то, чтобы отремонтировать коридор к приезду президента. Они закупают новую технику, чтобы качество эфира было лучше. Я видела, как маленькие коллективы идут ногу со временем, открывают новые технологии, показывают белорусам, что мы способны, что мы можем. И это было очень обидно, когда все эти годы ты слышишь, а, да что там было русское телевидение, и нечего там смотреть. Да это позор. Когда я начинала работать на телевидении, вот тогда, в конце 90-х, тогда телевидение было свободнее. Тогда было большее пространство для творческой мысли. Больше людей работало, таких по-настоящему, с горящими глазами, а не какая-то бюрократическая машина, которая просто делала все как надо. Такие передачи, как «Доброй ранец» и «Беларусь», они не отличались совершенно в 90-х от таких же передач, будь то в странах Балтии, либо в соседних странах. Да, но, к сожалению, в странах Балтии и других странах они как-то трансформируются, они меняются. Меняется подход визуальный, меняется, ну, даже рубрикатор, даже то, о чем рассказывают, как рассказывают. Да, ну, суть, она одна. Люди просыпаются, они хотят что-то узнать, что-то развлекательное, что-то из новостного контента получить. Но при этом то, как подается это вот сейчас на беларусском телевидении, ну, это Советский Союз с какими-то небольшими такими современным налетом, но с большего это осталось там. Поэтому я, поработав на всех наших основных каналах, государственных в первую очередь, да, ну, то есть это вот три основные кнопки, вот я работала там много лет. И я могу сказать, что, ну, там очень сложно какие-то по-настоящему прогрессивные, интересные идеи, интересные зрителю в первую очередь как-то протолкнуть в эфир, потому что там всего боятся, там очень закостенелое сознание у руководства. И часто руководят не профессионалы, не те, кто разбирается, каким должно быть телевидение, не теми, кто следит за тенденциями, а теми, кто, ну, лоялен, теми, кто делает так, как скажут сверху. Кажется, одним из показательных моментов, который действительно проиллюстрировал вот этот перелом произошедший, это были митинги возле Белтелерадиокомпании, когда под аплодисменты протестующих из Белтелерадиокомпании уходили люди, которые не были согласны продолжать работать на государственную пропаганду. Вы знакомы с теми, кто ушел тогда, в первую неделю после выборов из Белтелерадиокомпании. Как сложилась судьба этих людей? Они подвергались дальше репрессиям за счет, из-за того, что они ушли из БТ? Далеко не всех я знала лично. Меня, к сожалению, в первый день стачки не было в городе, но о том, что она планируется, я узнала за пару дней до, когда уже работники, которые собрались уходить в забастовку, они начали как-то кооперироваться, они создали чат, меня в него добавили и обсуждали это, хотя я уже на тот момент по факту не была работником, но и это было мне приятно, я поняла, что я показала пример, почему мне вот так доверились, и казалось бы, да, закрытая группа – это опасно, забастовка – это опасно в Беларуси. Сначала на ступенях у Белтелерадиокомпании мы пикетировали, пикетировали, потом нас выгнали оттуда, мы стояли на улице Макайонка, то есть это легендарная улица в Беларуси, где, собственно, Белтелерадиокомпания и располагается. Потом нас выгнали оттуда, силовики перекрыли даже улицу саму, чтобы даже невозможно было пройти к зданию, они отбирали пропуски, они не пускали людей ни в здание, кто ушел в стачку. Мы начали стоять на проспекте на повороте на улице Макайонка. Но меня радовало, что те, кто ушел, были настроены очень серьезно, и их было много. Увы, осталось через неделю их не так много, то есть я вот до последних митингов у Белтелерадиокомпании была с ними. И, ну, скажем так, увы, среди более трехсот подписавших письмо к председателю Белтелерадиокомпании, ну, почти до конца дошло пятьдесят. Вы помните 9 августа? Как проходило 9 августа? Какое у вас самое яркое воспоминание о 9 августа 2020 года? Ну, у меня их несколько. Есть позитивное, даже два. И есть очень страшное. Позитивное в том, что муж задерживался, я поняла, что я не смогу, боялась, что не успею проголосовать. Понятно, мы не голосовали досрочно. И у меня маленькая двойня. И я, ну, там, собрала их, понятно, там им еще четырех лет не было. Это не просто сдвойни. И мы пришли на избирательный участок, а там гигантская очередь, жара. И как люди нас... А мы еще, я специально надела, у меня двойняшки, чтобы мы были бело-красно-белые. И когда мы подъехали, люди, ну, кто-то захлопал, кто-то заулыбался. И я так стояла растеряна. И люди, проходите. То есть я еще даже не успела сказать. Они меня пропустили без очереди. И мы вот проголосовали. И это был, ну, какой-то такой очень торжественный момент. И когда вечером мы по призыву демократических сил решили, что муж останется с детьми, я пойду на избирательный участок, ну, сторожить, да, чтобы не было фальсификации, чтобы не выбрасывали бюллетени через окно и вот это вот все. И еще один был радостный момент, когда я пришла, и там было много людей. Мы быстро как-то, мы не видели, ну, я мало кого знала, потому что со всего района приходили люди, не только там из моего дома. Кого-то знала в лицо, кого-то не знала совсем. И как-то мы как родные быстро распределились, кто где стоит, кто возле какого входа дежурит. Я стояла с диктофоном под окном избирательной комиссии, чтобы если вдруг они будут там что-то обсуждать нехорошее, чтобы мы могли это записать. Мы, конечно, стояли молча там под этим окном. И, ну, это было полтора часа, два часа. Понятно, там я меняла руки, ко мне подошел мужчина, говорит, я буду с вами стоять, чтобы если что нам подносили воду, тихонечко на цыпочках к нам прокрадывали, чтобы там, в окне, никто не заметил, что мы тут стоим. И это тоже был момент единения. И вот когда все собрались уже и вынесли протокол голосования... Светлана Тихановская, 1860... Победила на нашем участке с огромным отрывом Светлана Тихановская. И мы понимали, что это вот мы тоже молодцы. Мы не позволили этим фальсификациям случиться. И, ну, это был восторг. Мы с друзьями просто договорились, что мы встретимся в городе. И я уже, чтобы их догнать как-то, тогда призывали идти на Стеллу. И мы вот где-то вот в этом районе договорились встретиться. И я на велосипеде изо всех сил, я не так далеко живу оттуда, поехала туда. Ну и с этого момента, конечно, уже началось страшное. Потому что ты приезжаешь в одну точку, там взрывы. Я созваниваюсь с друзьями, связь еще есть. Мы договоримся в другом месте. Я подъезжаю туда. Да, там на нас идет ОМОН. И мы так и не пересекаемся. Но все равно у всех было такое ощущение, что, да, нам, конечно, сейчас нужно оставаться. Нам нужно высказывать свою позицию. Да, нам страшно. У меня дома дети. Но мы должны это сделать. И когда уже колонна расходилась, я с подругой, мы поняли, что, а как добраться домой. Ну и мы как-то добрели там до какой-то точки, там были киоски, мы решили передохнуть. А там, казалось бы, мирная жизнь. Да, вот только что мы видели раненых людей, видели взрывы. Мы вроде выдохнули, что мы наконец-то как-то ушли. Мы целые, с нами все в порядке. И в этот момент подъезжает 4 автозака, и вот просто россыпь ОМОНа. Ну, я не представляла, что их там так много может быть. И стояло в этом месте около 30 человек. Вот кто-то там с велосипедами, кто-то тоже возвращался с протестов уже. Никто не ожидал, что так будет, потому что ничто не предвещало. Вроде протесты уже были в другой стороне. Мы довольно несколько километров отошли от горячей точки. И то там уже вроде все заканчивалось. И я ее потянула просто, и мы просто ворвались в эту шаурмочную. А там помещение метр на два. И там вот повар и продавщица. Ну, и там холодильники, там продукты какие-то. И мы просто присели за холодильником, и я взвалилась со слезами. Говорю, девушка, не выдавайте нас. И она закрыла дверь. В какой-то момент проскользнули еще двое парней. И мы вот так практически друг на друге просто вжались в пол. Девушка встала, чтобы повар стал. Чтобы нас не было видно. И я просто вижу в окно, насколько мне позволяет, там с пола это видеть. Ну, и там за волосы тянут людей, там, ну, бьют. И когда все затихло, и мы вышли, и я вижу только вот место, где только что люди отдыхали, перекусывали, общались. Валяющиеся велосипеды, вещи, кровь и ничего. И пустота. И 30 этих людей нет. И ты не понимаешь, куда идти. Ты понимаешь, что в любой момент могут сейчас еще второй рейд провести. И куда бы ты ни пошел, в какую сторону ты попадешь. И ты уже видишь эту жестокость. Мы ее видели уже в городе. И увидели уже, как это, казалось бы, ты уже не протестуешь. Ты просто стоишь. Уже, ну, ты ничего не выкрикиваешь, не лезешь на них. Ну, то есть провокаций никаких не делаешь. И уже стало понятно, что если тебя задержат, это будет плохо. И я могу не вернуться домой, к семье. Субтитры создавал DimaTorzok А люди идут, не любые солдаты. Екатерина, ваш переезд из Минска, что служило последним толчком, последним звоночком, после которого вы поняли, что нужно срочно эвакуироваться из Минска? Это был звонок из РУВД. Мне позвонили из милиции и сказали, что на меня подали заявление. И будет возбуждено дело за оскорбление национальной символики, герба. Дело в том, что я, как и многие, активна в социальных сетях. И один из моих аккаунтов, там около 17 тысяч подписчиков, это социальная сеть ВКонтакте. И у меня давняя была традиция, я там опубликовала любимые песни, цитаты мудрые какие-то на злобу дня, где-то вдохновляющие, где-то описывающие события или, может быть, размышления, цитаты великих, так сказать, и какие-то творческие работы. И один из таких постов содержал картинку, в нем угадывался герб Беларуси. Это как раз было в то время, когда очень сильно было насилие со стороны ОМОНа. И на Крестина уже все происходило. И у меня была цитата о диктатуре. То есть там не было ни одного слова, там, не знаю, про Лукашенко там ничего не было написано. И не было написано, что это герб, но он как бы угадывался. То есть, в принципе, придраться было к чему. Герб был, вместо колосков там были дубинки, а посередине вместо вот глобуса, как на гербе Беларуси, там был шлем ОМОНовский. И контур Беларуси был колючей проволокой нарисован. То есть, ну, это иллюстрацию, которую сделала один из белорусских художников. Просто она очень подходила и под события того времени. И по этой статье за оскорбление государственного герба уже у нас получают в Беларуси реальные сроки. И я, проконсультировавшись с адвокатом, поняла, что если они взялись уже, вот в этом меня обвиняют, то есть не только увольняют, да, но еще и в этом, то, ну, явно они доведут дело до конца, а это один год примерно срока. Потому что уже были случаи, когда попадали в тюрьму оба родителей, детей забирали в интернат ненадолго, потом через какое-то время там их забирали родственники. Но мне не хотелось, чтобы мои дети попали в такую ситуацию, и мы приняли решение уехать. Мы собрались в первый же день, но учитывая, что ты уезжаешь с детьми, хотелось как-то максимально подготовиться, найти какое-то, я не знаю, место, где ты будешь жить, понять, где и как ты будешь работать, на что ты будешь жить. Мы решили сделать так, дождаться повторного звонка или повестки. То есть как только приходят повестки, ну, обычно такими делами, на тот момент еще не было такой практики, не ко всем приходили домой сразу же, особенно по таким делам, я имею в виду, когда это комментарии, посты, интернет-дела, скажем так. И мы надеялись, что у нас будет пару дней, и они у нас были для того, чтобы собраться. И мы выехали, и вот на следующий день пришла повестка. Кажется, что для очень многих поколений белорусов Вильнюс он становился тем местом, где ты осознаешь свою идентичность заново, где ты заново понимаешь, что значит быть белорусом или белорусской. И вот вновь мы находимся еще возле одного очень важного для белорусов места, и это как раз-таки то место, где находилась в том числе редакция «Наши Нивы», где народный поэт Белоруссия Кубкола створил, как раз вот рядом с нами. А для вас самой представление о том, что значит быть белорусской, за этот год нахождения в изгнании, практически год, оно изменилось? Как-то Вильнюс повлиял на ваше осознание себя, как белорусские? Я всегда интересовалась и историей Белоруссии, и как мы формировались как нация. И я стараюсь это, насколько это возможно, прививать детям. Они даже сейчас там свои четыре знают, что они из Белоруссии. И мне очень важно, что они сюда приехали, и они понимают, что дом там. То есть мы здесь хорошо себя чувствуем, нам здесь нравится, но они знают, что Белоруссия – это их родина. Они знают, что мы просто очень много путешествовали по Белоруссии, ходили в походы, они знают, как выглядит их родина, они чувствуют с ней связи. Великое княжество Литовское, да, я и с этим чувствую связь, потому что это тоже наша история, это наша общая история. И мне кажется, многие белорусы для себя осознали, что их прошлое – это не советское прошлое. Тяжело покидать дом вместе с детьми? Тяжело объяснить детям, что теперь Вильнюс – это новый временный, возможно, дом? Скажем так, у детей была травма, когда мы бастовали возле БТ. Муж должен был за мной заехать вместе с детьми, меня подхватить, чтобы мы дальше поехали погулять всей семьей, ну, потому что было понятно, что забастовка не будет до ночи. И когда они приехали на глазах у детей, нас, бастующих, начали огораживать люди в черном, в черных масках, они поставили между мной и ними забор. И когда я вот к ним прорывалась, скажем так, да, уже заканчивалась забастовка, я хотела перейти вот к ним, они какими-то там непонятно какими путями, потому что все было вокруг огорожено. Для них было очень сильным потрясением, что вот какие-то солдаты не пускают маму к ним. Это для них было очень серьезным потрясением. И тогда мы очень много разговаривали, очень много объясняли. Есть такая детская книга «Волшебная груша», и там главные антигерои – это злой бургомистр. И вот на примере этого злого бургомистра мы объяснили им, что вот есть злой бургомистр, который посадил папу в тюрьму, например, из-за которого мы видели так много солдат. Дети были на марше, мы объясняли им, что люди, которые живут в Беларуси, они не хотят этого злого бургомистра. И когда мы шли голосовать, я детям объяснила, что я им показала Светлану, за которую мы голосовали, и я им объяснила, что мы будем делать, почему за нее мы будем голосовать, почему люди ее поддерживают. И когда мы поняли, что нам придется бежать, было уже довольно просто объяснить детям, потому что они уже видели, ну, конечно, к счастью, минимально, с чем сталкиваются белорусы, они видели солдат. И мы им объяснили, что злой бургомистр хочет сделать маме и папе плохо. хочет посадить их в тюрьму. Поэтому мы поедем в другой город, в котором вы уже были, и будем жить в нем какое-то время, пока не победим бургомистра. И сейчас они сочиняют способы, как сделать бургомистра добрым или отправить его на Марс. Знаете, был даже такой мем в Белоруссии в конце 2020 года. Это такая вот синусоида, да. Мы победим, нас всех убьют. Мы победим, нас всех убьют. Надольше мы проваливаемся вот в это, что, ну, там, нас всех убьют, посадят, закатают в асфальт, как выражается режим, да. Но все равно вот эти всплески, они еще сохраняются, и это очень радостно. И вот эта фраза, которая часто звучит «не забудем, не простим», она никуда не денется. И это правда. Это, конечно, там, люди верующие скажут, что это не по-христиански, да. Все-таки в Беларуси много верующих людей. Но тут не об этом речь. Ну, то есть белорусский народ вот в этот раз уже страницу не перевернет. Я в этом более чем уверена. С вами была Аталака. В новых эпизодах мы продолжим знакомство с невероятными белоруссками, которые объединили белорусское общество. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok